Иркутская область Здравствуйте! О главных событиях Иркутской области я и мои коллеги расскажем вам в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Смотрите сегодня. Агрессивное вождение, нарушение правил перестроения, проезд на красный. Полицейские подводят итоги операции нелегальный автобус. В нашей программе расскажем, на что надо обратить внимание, отправляясь в поездку на маршрутке. Отправляешься в армию, значит тебя проверят на употребление и наличие при себе наркотиков. Как это происходит, убедите сегодня. Брать ипотеку сегодня не лучшая идея, ведь ставки выросли сразу в шести банках страны. Через несколько минут узнаете, сколько заемщики потеряют в процентах. Потерять голову от любви к боевым искусствам можно в Иркутске. В рамках традиционной рубрики «Лаборатория спорта» я, Павел Жолудев, опробовал на себе Чанбару. И начинаем выпуск мы с новости, заложниками которой стали пассажиры поезда Иркутск-Адлер. Уже почти сутки сотни человек вынуждены жить в вагонах. Причем до пункта назначения они не доехали всего несколько часов. Коллективы в планы отдыхающих внесла погода. В Краснодарском крае, где был остановлен состав, сейчас бушует ураган. Несколько селевых потоков повредили автомобильные трассы, подтоплены тысячи домов, пострадала и железнодорожная ветка. Сейчас больше 10 километров пути полностью покрыты водой. Отправление ожидают не только пассажиры поезда Адлер и Иркутск. В общей сложности на станциях Краснодарского края остановлены 15 составов. Как сообщают в пресс-службе РЖД, людей обеспечивают едой и питьевой водой. Спасатели совместно с ремонтниками железной дороги пытаются восстановить сообщения на участке Туапсе, станция Кривенковское. Тем не менее, пока сделать этого не удается. Погода внесла свои коррективы и в пассажирские перевозки на севере нашей области. Сегодня утром сотрудники ГИБДД ограничили движение автобусов на трассе Братск-Устилимск. Причина – обильный снегопад. Водителям и пассажирам пришлось провести на обочине два часа. До тех пор, пока дорожники не расчистили наиболее сложный участок трассы протяженностью 80 километров. Только после этого автобусы продолжили движение. Стоит отметить, что это оживленная дорога, ведь здесь проходят маршруты от областного центра до Устилинска. Как нам сообщили в областной ГИБДД, районные подразделения полиции отслеживают погодную обстановку. И в случае повторения ситуации трасса также будет прикрыта. Буквально час назад на улице Байкальской в Иркутске произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали по меньшей мере 8 автомобилей. Но что главное, столкновение спровоцировал автобус 77 маршрута. По свидетельствам пассажиров, у транспорта отказали тормоза. Произошло это на спуске. Чтобы остановиться, водитель был вынужден взять на таран, находящийся впереди автомобиля. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в этой аварии. Как также нет информации о том, сколько пассажиров находилось в салоне автобуса. На месте работают сотрудники полиции. Из-за ДТП на улице Байкальской образовалась пробка. Из четырех полос движение возможно лишь по одной. В пятничном выпуске мы обязательно сообщим все подробности аварии. Водитель этой маршрутки навряд ли сообщал своим пассажирам, что в поездку они отправляются на свой страх и риск. Ни лицензии, ни разрешения на работу у него не было. Классический перевозчик нелегал. Путешествие прервали полицейские, остановив автобус в Черемховском районе. Пассажирам пришлось ждать следующий рейс, уже официальный. Водитель уже грозит штраф. А вот в областном центре нелегалов стало меньше. Во всяком случае, об этом говорят результаты операции, которую проводит инспектор ГИБДД. Все подробности в следующем материале. Добрый день. Уделение технического взороста. Если я не могу, что вы не забыли, что вы не забыли. Вам не мешает? Да. Вот это вот все. Надо что-то навешивать. Ничего не должно быть, что ограничивает взорность местного водителя. За такое нарушение инспектор ограничивается устным предупреждением и пожеланием счастливого пути. А вот если у водителя нет лицензии или путевки с отметками врача и механика, это уже причина пройти в машину полиции. В Иркутске проходит операция нелегальный автобус. Хотя полицейские отмечают, нелегалов в чистом виде становится все меньше. Как правило, нарушают зарегистрированные по всем правилам перевозчики. Самое распространенное нарушение так называемое 19 плюс 1. 19 посадочных мест, вот так как я, может стоять только один человек в салоне. Это сделано для безопасности и для страховки. Потому что в случае нарушения этого правила страховая компания просто не выполнит свои обязательства. Это нарушение часа пик, когда автобусы переполнены. А вот миграционное законодательство водители иностранцы игнорируют в любое время суток. И если с разрешением на работу и видом на жительство у большинства все в порядке, то зачастую о своем официальном трудоустройстве гости из ближнего зарубежья сообщать не торопятся. Гражданину необходимо заключить трудовой договор с работодателем, предоставить третдневный строк в отделение по вопросам миграции. Если гражданин имеет разрешение на временное проживание, также если гражданин имеет вид на жительство, либо гражданину необходимо оформить патент. А вот количество статей в ПДД, которые нарушил водитель этого автобуса, хватит на добрые десяток маршруток. О том, что в салоне дети, инспекторы узнали только заглянув внутрь. Водитель данного транспортного средства осуществлял перевозку детей без соответствующих документов, а также без установленного проблескового маячка желтого цвета. За данные правонарушения водитель был привлечен сразу же по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Чтобы не оставлять детей на улице, полицейским пришлось сопроводить автобус до места назначения и только потом оформлять нарушение. Водителю теперь предстоит заплатить крупный штраф. Всего же за время проведения операции полицейские проверили 120 маршруток. В каждом третьем случае есть нарушения. Давид Азизов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Почувствовать на себе последствия лобового столкновения, наглядно увидеть, что происходит в случае аварии и даже оценить, каково это сбить человека. Все это на себе ощутят иркутские водители. В областном центре они смогут пройти тренинги по безопасному вождению. Сам проект продлится 4 дня и доступен каждому. Хотя больше всего внимания организаторы уделяют новичкам, водительский стаж которых меньше двух лет, и опытным автомобилистам, которые провели за рулем лет 10-15. По статистике это самые опасные категории. Первые в силу неопытности, последние зачастую выезжают на дорогу с излишним чувством самоуверенности. Всем слушателям тренинга организаторы дают возможность сесть за руль и поучаствовать в ДТП. Безопасность опыта стопроцентная. А вот ощущения абсолютно реальные. Подобные акции прошли уже в нескольких десятках российских городов. Авторы уверяют, что такое глубокое погружение – самый лучший воспитатель. Штрафы сами по себе, они неэффективны. Ведь помните, когда только ввели штраф за ремень, в эти 500 рублей все пристегивались, потому что штраф. Прошло время, этот штраф уже никого не пугает. И наша задача – объяснить этим людям, что вопрос пристегивания ремня – это вопрос вашей жизни, это вопрос той последней соломинки, которая есть у вас в ДТП. Это не вопрос 500 рублей штрафа. Всего один вопрос задавали сегодня призывникам региона, отправляющимся к месту службы. Наркотики при себе есть? На слово верить не стали, проверили вещи новобранцев. Кто в этом помогал и удалось ли найти запрещенные вещества, знает Алена Полоненко. Поцелуи, объятия, слова напутствия, стандартные ритуалы при проводах в армию. Сегодня железнодорожного вокзала Иркутска 200 человек отправятся по всей стране, в Новочеркасск, Нижний Новгород, чтобы отдать долг родине. Но прежде, и пока об этом новобранцы не знают, их проверят на наличие при себе наркотических и психотропных веществ. Это необходимо для того, чтобы ограничить и не допустить проникновение войска вооруженные силы, наркотиков, чтобы военнослужащие спокойно доехали в поезде, никто там не употреблял арктических средств. Ну и, соответственно, чтобы в рядах вооруженных сил служили здоровые, сильные, крепкие военнослужащие. Проверять будут сумки, с которыми призывники отправятся в дорогу. А помогать в этом предстоит немецкой овчарке Арне. Она служит уже полтора года и рвется в очередной раз приступить к работе. С нюхом у Арны все в порядке, поэтому долго у сумак она не задерживается. Чтобы проверить все, потребовалось меньше пяти минут. Даже камеру оператора овчарка на всякий случай проинспектировала. Итог ревизии – в зале наркотические и психотропные вещества отсутствуют. Но на этом проверки для новобранцев не заканчиваются. Вас будут проверять регулярно на употребление наркотических средств. Соответственно, если у вас обнаружат признаки употребления, вы будете привлечены к дисциплинарной ответственности с отбыванием наказания на голублавте. Профилактическую беседу и проверку призывники воспринимают спокойно, с пониманием. Многие даже рады, что теперь перед отправкой в армию проводят такие ревизии. Вот и Денису, которому предстоит служить в войсках национальной гвардии, такая инспекция кажется не лишней. Я сам не приветствую вот это вот, что наркотические вещества – все такое. Тем более армия все-таки. Оружие, техника. И вот это вот несовместимо. Проверки на предмет наличия запрещенных веществ теперь обязательны перед каждой отправкой новобранцев. Пока наркотики не находили ни разу. А значит, призывники уезжают служить с чистыми во всех значениях помыслами. Алена Полоненко, Владимир Пинаев. Новость по будням. Если уехавшие призывники наркотиками не увлекаются, то многие из оставшихся жителей региона, очень даже с начала года в Аркутской области, полицейские ликвидировали 23 притона. Борются и с очагами дикорастущей конопли. Таких за 4 месяца с июня по октябрь выявили около 500. Наркосодержащие растения занимали площадь более 1600 гектаров. Почему занимали? Да потому что коноплю уничтожили в рамках ежегодной операции МАК. Она позволила выявить ей свыше 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Бытовой закон. Чистота – залог здоровья. Зачастую нарушают уркутяне. В итоге за последние три недели в столице региона зафиксирован подъем заболеваемости сальмонеллезом. В основном симптомы появляются после того, как люди употребляли готовые блюда из мяса, птицы и куриных яиц, приготовленных в домашних условиях. Скорее всего, продукты перед употреблением они не мыли или подвергали недостаточной термообработке. Тем не менее, по данным регионального Роспотребнадзора, за 9 месяцев заболеваемость сальмонеллезом снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом. В каждом шестом случае факторами передачи инфекции стали грязные или плохо помытые фрукты и овощи. С несоблюдением правил личной гигиены свое заболевание связали чуть больше 12% заболевших. Кроме того, зарегистрировано 9 завозных случаев сальмонеллеза из стран дальнего зарубежья. Ну а пока к другим темам дня. Сразу 4 депутата сельских дум в Черемховском районе скрыли информацию о своих доходах. Итогом такого отношения к работе стало досрочное прекращение полномочий. Изначально не предоставили отчеты о своих доходах 5 депутатов. В ходе прокурорской проверки установлено, что в их декларациях была не указана не только прибыль, но и расходы, а также информация об имуществе должностных лиц. После того, как чиновники получили предупреждение, один из них все же предоставил необходимые сведения. А вот еще четверо предостережения проигнорировали. За что и поплатились. Своим мандатом прокуратура вынесла представление с требованием прекратить их полномочия в качестве депутатов. Пришлось вмешаться правоохранительным органам в деятельность бывшего депутата Думы Иркутска Сергея Винарского. Экс-чиновник был задержан в ходе спецоперации в Сочи, в рамках которой также оказались под стражей вице-мэр и главный архитектор города. С 2012 года на протяжении трех лет Сергей Винарский занимал в областном центре должность директора водоканала. В 2014 он избрался в Думу Иркутска, однако год спустя по собственному желанию сложил с себя полномочия и переехал в Сочи. Там чиновник занял ту должность, что и в нашем городе стал главой местного водоканала. По версии следствия, на этом посту Винарский незаконно разрешил подключить к коммуникациям самовольно построенный многоэтажный дом. Сейчас иркутянина подозревают в превышении должностных полномочий. Целая комиссия должностных лиц посетила Братск. Речь идет о сотрудниках службы Государственного строительного надзора и Минстроя Иркутской области. Поводом для визита стала опатовая ситуация, которая сложилась в северной столице региона. До сих пор в городе не введено в эксплуатацию несколько домов. Их строили в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Недостроеными остаются семь зданий, хотя из областного бюджета на их возведение было направлено около 600 миллионов рублей. Подсчитано, что если бы дома решили довести до ума, себестоимость квадратного метра в них вплотную приблизилась бы к отметке 80 тысяч рублей. И речь идет не об элитной недвижимости. Более того, после проверки стройнодора выяснилось, что дома возводились с нарушением технологий, а где-то подвалы и лифтовые шахты затопило грунтовыми водами. Где-то строители и вовсе выполнили планировку помещений не по проекту. Но это лишь малая часть проблем. До сих пор из ветхого и аварийного жилья в Братске не переселены 582 человека. Хотя дома для них были построены. Почему так происходит, сейчас разбираются в региональном министерстве строительства. Выявлены, правда, очень неожиданные обстоятельства, которые сейчас рассматриваются в Минстрое. Ну, первое, это порядка 20 с лишним квартир, скорее всего, они не будут востребованы, потому что по решениям суда, либо по еще каким-то причинам дома, либо стали не признаны аварийными, либо еще что-то. И сейчас рассматривается тот факт, что есть часть жилых помещений, которые переданы совершенно иным гражданам в аренду. Жилье приносит хлопоты и тем, кто только собирается им обзавестись. В Иркутской области подорожали квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынках. И связано это, в первую очередь, с нестабильностью рубля. Неуверенность нашей валюты влияет и на ключевую ставку Центробанка. В сентябре она поднялась на четверть пункта до 7,5% годовых. Вслед за этим коммерческие банки повысили ставки по ипотеке. Так что, если вы давно собирались покупать жилье, сейчас не самый удачный момент. Не стоит торопиться оформлять рефинансирование и обычные потребительские кредиты. Увеличенные ставки их также коснулись. Проценты выросли сразу в шести крупных кредитных организациях страны. Причем некоторые банки еще в сентябре предупреждали о возможных изменениях. Итог, в среднем ставки повысились на процент. Но есть и хорошие новости. Специалисты прогнозируют, что такой рост имеет временный характер. И когда финансовый рынок успокоится, ставки снова снизятся. Успокоится ли финансовый рынок, пока неизвестно. А вот что не поддается никакому сомнению, так это наступающая зима. Где в Иркутске можно подготовиться к холодному времени года и при этом неплохо сэкономить, расскажем в ценном выборе. Один миллион евро. Именно в такую баснословную сумму обойдется самая дорогая шуба в мире. Пошил ее Карл Лагерфельд. И вряд ли в этом случае можно говорить о практичности и что уж греха таить комфорте. Сибирским же модницам нужны шубки, которые согреют в холода. Будут стильно выглядеть и сядут точно по фигуре. Приобрести такие в Иркутске можно в салоне кожи и меха и снова. И стоят они, разумеется, не миллион евро, а раз в 500 дешевле. И поэтому подготовиться к зиме можно с ощутимой выгодой и не разорить свой семейный бюджет. По многочисленным просьбам наших покупателей мы продлеваем акцию «Реальная выгода» до конца недели. Норковые шубы с выгодой до 60 тысяч рублей. Мутоновые шубы и дубленки с выгодой до 20 тысяч рублей. Спешите порадовать себя выгодными покупками. Изделия из норки ждут тех, кто ценит легкость и предпочитает передвигаться на авто. Ну а мутоновые шубы и дубленки подойдут девушкам, для которых главная практичность. В наличии, разумеется, все размеры. Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать шубу и по цвету, и по фасону, и главное – по душе. Евгений Шоев, Надежда Казакова. Новости по будням. Возможно, по душе вам придется фильм иркутского режиссера «Человек, который удивил всех». Лента вышла в российский прокат. Ее покажут в 26 городах России, в том числе и у нас, в столице региона. В сентябре фильм о сибирском егере стал призером Венецизанского фестиваля. А какая еще картина нашего земляка стала популярна в мире, расскажет Юлия Горзова в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Любите ли вы бродить по городу или ходить в походы, а оказываться в других городах и странах? Думаю, хоть один из вариантов вам приглянулся. Сегодня пойдет речь о путешествиях и туризме. Новой целью для паломничества туристов станет «Титаник». Вы не ослышались. Версию знаменитого британского парохода построят к 2022 году в Китае. Корабль изготовят по заказу австралийского миллиардера. Очутиться на борту одновременно смогут более 3000 человек. Дизайн останется прежним. Предполагалось, что во время плавания будет сымитировано столкновение с айсбергом. Но потом от идеи отказались. Идея иркутского режиссера получила одобрение на кинофестивале туризма в Хорватии. Лента Юрия Дорохина «Байкал. Тотем» победила в номинации лучший фильм об экологическом туризме. В четырехминутном видео рассказывается о том, как закрыли бы ЦБК. А также показан сам заброшенный комбинат и символы озера. Жюри конкурса высоко оценила картину нашего земляка. А ведь конкуренция была ого-го. Поступило свыше 800 работ более чем из 90 стран мира. Часто путешествуете по стране и знаете много интересного? Тогда следующая новость точно для вас. 2 ноября в Братске пройдет большой этнографический диктант. У горожан будет возможность проверить свои знания истории и культуры различных народов страны и коренных жителей нашей области. 30 вопросов, 20 из которых федерального уровня, а 10 именно региональный компонент. Время на подготовку еще есть. Подготовиться к такому невозможно. В Норильске собака во время прогулки попала под лед городского пруда. Сначала на помощь пришли случайные свидетели, позже подключились спасатели. К счастью, все закончилось благополучно. Вот только оказалось, что собака бездомная была. 23-летняя девушка, которая участвовала в операции по спасению, забрала четвероногого к себе домой. Вот и все интересные весточки на сегодня. До встречи. Ну а вместо новостей спорта мы расскажем вам о Чанбаре. Так называются в японском единоборстве схватки, которые длятся всего пару секунд. Тем не менее, от соперников поединки требуют максимальной концентрации и поистине восточного спокойствия. Погрузиться в атмосферу современных самураев смог наш корреспондент Павел Желудев. Отчет о впечатлениях в очередном выпуске рубрики «Лаборатория спорта». Дышим ровно, спокойно, настраиваемся на тренировку. Убираем все посторонние мысли. Шамань, рей! Сперва было молчание. Именно так с медитации начинается тренировка по Чанбаре. При знакомстве это японское боевое искусство может удивить своей простотой. Бои длятся от одной секунды до минуты. Да и оружие больше похоже на игрушечное. Но это лишь на первый взгляд. Искусство придумано и основано в Японии мастером Тетсунда Танабе. Тетсунда Танабе мастер кэндо. Но он прекрасно понимал, что работать на полной скорости, в полную силу на боевом оружии невозможно. И поэтому он придумал тренировочные макеты всех видов оружия, которые используются в восточных боевых искусствах. Произошло это в 1973 году, а спустя еще 16 лет были проведены первые международные соревнования по Чанбаре. Форматы боев, их называют датоцу, самые разнообразные. Один на один, один против троих, команда на команду или каждый сам за себя. Существуют и показательные выступления кихон, в которых бойцы демонстрируют ката, последовательный набор движений. Главное, что объединяет все это оружие. Главный атрибут Чанбары это меч. Но не настоящий, а надувной. Внутри него находится воздух, что делает его самым безобидным боевым оружием в мире. Любое соприкосновение с ним грозит максимум щекоткой. Надувной меч для Чанбары. Наш выбор. Мы за безопасный спорт. Однако первый полноценный контакт с надувным мечом изменил мое к нему отношение. Хлесткий удар по руке или корпусу доставляет не самые приятные ощущения. Оно и не мудрено, ведь техника Чанбары имитирует настоящие самурайские поединки. С присущей силой удара и точностью движений. Разложить соперника по частям в буквальном смысле слова – главная цель боя. Ощутить это на себе – непередаваемый опыт. Партнер в данном случае не защищается. Я показываю, как и куда выполняются ударные действия. Первый удар в голову. Второй удар в руку, держащий меч. Третий удар разрубающий. Он отделяет, если это будет настоящее оружие, он отделяет голову от тела, можно так сказать. Дор! Имитация самурайского боя сказалась и на технике передвижения бойцов. На спортивной площадке можно даже бегать от соперника. Главное – в нужный момент нанести решающий удар, который принесет победу. Спрятаться от мяча в условиях коллективной тренировки можно разве что в раздевалке. Поэтому я пропускаю удар за ударом. И когда от моего тела почти ничего не осталось, наставник знакомит меня с правилами защиты. Очень эффективно, очень эффективно при атаке бить в руку противника. То есть, когда он атакует, опускаете клинок и попадаете. Можно делать это с блоком. Если вы вводите меч и атакуете сами. Атаковать и побеждать иркутские бойцы Чанбары начали в 2004 году. Спустя еще 6 лет был открыт первый профессиональный клуб в данной дисциплине. Сейчас воспитанники тренера Виталия Крюкова выступают на самом высоком уровне. С недавнего Кубка Сибири наши ребята привезли 22 медали. И это не предел, ведь ограничений для занятий Чанбарой почти нет. Правила соревнований очень простые. Заниматься могут дети с 4 лет. И верхних ограничений у нас. Любой взрослый может прийти и начать заниматься. Моя же тренировка продлилась всего час. Но даже за столь короткий срок постичь азы Чанбары оказалось под силу человеку, далекому от боевых единоборств. И пожалуй именно в простоте и доступности главное преимущество этой дисциплины. Ведь в 21 веке можно быть самураем, даже не прибегая к членовредительству. Павел Жолодев, Андрей Назаров. Новости по будням. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdfistv.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин